Привет, меня зовут Илья и это 16 выпуск Дайджеста новостей на сайте androidjam.ru Проект Project Ara развивается, а не так давно стало известно, что Google готова предоставить производителям системную плату, на которой и будут базироваться модульные смартфоны. Первая группа заявок будет рассматриваться до 18 июля, вторая до 18 августа. В заявке нужно описать, какой именно аппарат вы намерены собрать, и если эта затея перспективная, вы таки получите эту плату. MediaTek показала свой первый 64-битный восьмиядерный процессор MT6795, который будет использоваться в топовых устройствах. Работает чипсет на частоте до 2,2 ГГц, есть поддержка 2К дисплеев и записи Super Slow Motion Video с частотой кадров в 480 фпс и разрешением 1080p. Первое устройство на базе всего процессора появится уже в этом году, так что будем ждать. Компания LG официально представила уменьшенную версию своего флагмана под названием LG G3s. Хорошо, что компания не стала называть его минник, так как дисплей тут имеет диагональ 5 дюймов при HD разрешении. В качестве процессора используется Snapdragon 400, оперативный памятник 2 ГБ, камеры 8 и 2 ГП, аккумуляторы имеют ёмкость 1540 мАч, а работает всё на Android KitKat. В России девайс будет стоить 14 тысяч рублей. Наверное, уже никто не назовёт проект Nokia X хорошим. Такого же мнения придерживается и Microsoft, которая на прошедшей неделе проект этот свернула. Причём это мероприятие будет сдобрено увольнением аж 18 тысяч сотрудников. Впрочем, поддержив выпущенные Nokia X и X2 будут столько, сколько обещали. CyanogenMod выпустили свой аналог Google Now под названием CM Home. Он похож на оригинальный продукт Google, но имеет при этом несколько особенных фишек. А пробовать этот сервис можно уже сейчас, установив ночнушки CyanogenMod 11. Приложения с внутриигровыми покупками в Google Play с осени уже не будут значиться как бесплатные. Пойти на такой шаг корпорацию добра вынудила европейская комиссия. Такие же изменения коснутся Apple App Store и магазина приложений Amazon. Пока не ясно распространится ли это решение на Россию и другие страны или же останется прерогативой только лишь Европы. Вот и все интересные новости за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!